Всем привет, ребята! Меня зовут Компот, добро пожаловать на моё новенькое видео! Прямо сейчас я нахожусь в своей деревне, и вот во сколько бы денежек вы оценили мою деревню? Не, не то, чтобы я её собираюсь как-то продавать или переезжать в какую-то новую деревню, не, я просто спрашиваю, ответ пишите в комментариях. Но деревня, в которую мы сегодня с вами поедем, стоит ровно 1 доллар. Эээ, и всё. 1 доллар за вход в эту деревню. Да на самом деле, даже всю деревню можно купить за 1 доллар эту. Да, я случайно нашёл в интернете, она является самой дешёвой деревней в Майнкрафте. И как вы заметили, в интере у меня сейчас лежит 2 суммы. Первая это 35 денежек, а вторая это 1 денежка. Так вот, за 35 денежек, ребята, мы с вами уедем на такси дотуда. Да, именно столько дотуда стоит такси. А 1 денежка это столько стоит деревня. Да, ребята, вся деревня. То есть вы понимаете, да, съездить на такси в эту деревню стоит дороже, чем купить саму деревню. Поэтому туда, в принципе, никто и не ездит, ребята. Но ко мне уже скоро подъедет такси, потому что я всё-таки уже заказал. Я беру с собой телефон, меч, на всякий случай, кирку. Но, в принципе, это не так важно, потому что, ребятки, у меня в рукаве кое-что припасено. Смотрите, смотрите, что там, ребята, что там, что там. А, шучу, там ничего нет. На самом деле, ребята, в рукаве припасён у меня креатив. Да, дело в том, что у меня появилась гениальная идея, но о ней расскажу, когда мы доберёмся всё-таки до этой самой дешёвой деревни за 1 доллар. И поэтому, ребята... О, тихо! Ребята, кажется, приехало моё такси. Да, извините, пожалуйста, задержку. Я там с подписчиками общался. Так, значит, ты едешь в самую дешёвую деревню, верно? Да, 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 всё, поэтому поехали. Что ж, ребята, как я буду подъезжать, я уже включу камеру. Чё-то я немного не понимаю. Так, минуточку, давайте-ка выйдем из машины. Чё происходит-то? Слушай, это тут вообще не дорога, а трэш какой-то. Посмотри на это всё. Капец, да я вижу, я так понимаю, мы застряли, да? Ну, конечно, я тут дальше не проеду, это невозможно. Ну да, я вижу, тут грязюка такая, что не проедешь ни за что. Ну ладно, давайте, сколько с меня? Ну давай, 20 денежек. 20 штучек, да без проблем. Держите, пожалуйста, 20, а я пойду своей дорогой. Сколько тут до деревни-то ещё идти? Мы сколько-то не доехали. 2,3 километра, нормально. Ох, 2,3 километра, ну ладно, как говорится. Идём, я чёрт, опять грязь наступил. Капец, ребята. К этой деревне даже нет нормальной дороги. Фиг проберёшься через эти холмы, но да ладно, тут бы он точно не проехал. Ну кто же знал, кто же знал, поэтому, ребятки, давайте пойдём своим ходом, пешком. Так, ребята, я уже вижу эту деревню. Хо-хоу. Ё-моё, посмотрите, ребята. Стены огромные, башни такие красивые, величавые, но блин, ребята. Из какого это сделано ужасного материала? Вся деревня, смотрите, из такого уже замшелого булыжника. Всё потрескало, всё поломалось, всё из земли, трэш просто. Опа, жители, здравствуйте. Привет, странник, ты кто? А, я Роман Компот, я приехал в вашу деревню посмотреть её, поизучать. А, не хочешь купить нашу деревню? Купить вашу деревню? А сколько стоит, я боюсь спросить. А один доллар у тебя есть? Ну да, в принципе, есть. А, а, да, дай мне, дай мне, дай мне, дай, 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 дай. Ладно, ладно, всё, не переживай, держи. Всё, поздравляю, ты, деревня твоя, делай с ней, что хочешь, хоть забирай, я прошёл. Э, стой, 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 я вообще пришёл, чё, к вам в деревню? Я-то пришёл посмотреть, как вы тут живёте и хочу вам немножечко помочь. Да ты уже помог, ты надал один доллар, мы всей деревне будем на это жить где-то. Да не надо вам жить, я не собираюсь забирать у вас деревню, пойдёмте, лучше покажите мне, как вы тут живёте. О, фу, чё, запах такой странный, капец, ребята. Ладно, всё, хорошо, у меня даже в квартире аж запахло, жесть. Ну чё тут рассказывать, ты нечего, смотри, справа мы все греемся, там дальше свалка. Ё-моё, офигеть, ну слушай, давай я немного прогуляюсь по деревне, жди меня здесь, у меня к тебе есть предложение. Ну ладно, окей, подожду. Да, давай, и кстати, житель, у тебя там дырка немножечко, ну ладно, ничего страшного, давайте лучше прогуляемся по деревне посмотрим. Так, он говорит, что где-то тут они греются и... Вау, ребята, видимо вот тут вот, где горит костёр, они проводят своё время, знаете, сидят, кто-то тут спит, греется и так далее и тому подобное. Это печальная история. Эта деревня можно реально назвать деревня бомжей, но только я чё-то тут бомжей не вижу, ребятки, тут... Вау, тихо, ё-моё, капец, что тут происходит, на меня кто-то напал, ребята. Осторожно, аккуратненько, ё-моё, ты какая-то злая собака на меня напала, отстань, отстань от меня. Я сказал, отстань от меня, фу, господи, капец, ребята, трэш. Нафиг надо, я в ту часть не пойду, давайте лучше пойдём по главной улице. Тут какое-то бельё у нас сушится, посмотрите на это, и, кстати, тут нету вообще двери и ни в одном доме. Чё тут ещё интереснее, куда-то... О, смотрите, поиск бутылок начинается с 19.00, не пропустите. Ну, до 19.00 ещё долго, поэтому, я думаю, я не пропущу. Так, чё тут у нас ещё есть, смотрите, 4 целых колодца, я так понимаю, с водой у них про... А, ё-моё, на меня опять собака напала, ну, господи, отстань от меня, ё-моё. Я только хотел сказать, что с водой у них проблем нету, но, ребятки, кажется, есть, она воняет тухлятинкой. Вот реально, знаете, попахивает такой неприятный запашок, давайте лучше посмотрим, что тут ещё есть. Ну-ка, что тут оружие, и что тут у нас интересненького? Бутылки всякие, мечи деревянные, ну, понятно, понятно. Броня, одежда, а что тут из брони, господи. Ребят, скажите, пожалуйста, вот вы бы надели такую броню, это максимально странная броня. Ладно, хорошо, тут мы всё посмотрели в этой части, тут обычные дома, я так понимаю, тут просто все жители живут, и ничего с этим не поделаешь. Но у меня есть одна идейка, ребятки, скоро я вам её расскажу. Опять дознери, тут целых 4 человека, аж спят, а может и больше, фиг его знает. Может, кому-то просто кровати не досталось. Так, тут у нас опять маленькие дома какие-то, и, о, смотрите, какой-то домик с дверью. Так, что у нас в этой части с деревней, и, о, тут у нас, кажется, свалка, я это понял под запаху. Вот, господи, да отстаньте от меня, ребятки, что-то тут собаки все разбушевались, они идут и идут на меня, отстаньте от меня, я не хочу с вами воевать как-то, капец, ребята. Ладно, давайте как-то тут обойдём, тихо, они на меня, надеюсь, не нападут, капец, да, ребята. Смотрите, это самая настоящая свалка здесь находится, ужас. Тут собаки, господи, опять они на меня нападают, отстаньте вы от меня уже, злые собаки. Так, ладно, ребятки, нужно срочно включать креатив и рассказывать уже этому жителю, какую идею я придумал. Эй, житель, житель, ты меня там ждёшь, я кое-что тебе хочу показать и рассказать. Да, конечно, я тебя жду, ты же мне доллар дал. Да, господи, вот тебе ещё три. Ааа, спасибо! Да, да не за что, не за что. Так, что у тебя за предложение-то? Смотри, житель, я хочу улучшить жизнь вашей деревни, но чтобы вам тут жилось реально получше, а то что это такое, вы живёте в разрухе, так нельзя. Да, как нам это сделать, у нас денег вообще нет, у нас капитал деревни на 4 доллара, которые ты мне сегодня дал. Ну, видишь, какая там мне одежда. Не сказать, что мы тут бомжуем, еда вроде всегда есть, вода тоже всегда есть, но у какого это качества? Да, я понимаю, понимаю, это не деревня бомжей, это просто такая дешёвая бедная деревня. Ну, слушай, я, в принципе, могу вам помочь, потому что сегодня, ребята, у меня есть креатив. Вау, ты умеешь летать? Да, у меня есть креатив, поэтому я хочу, в принципе, немного сделать лучше вашей деревни. Сколько у вас тут живёт жителей? Ну, вообще, 7 жителей, но все на работе. Во, вы работаете, уже хорошо. Слушай, ну давай сделаем так, прямо сейчас я вот вам дам немножечко еды, вот вам мяска, вот вам хлебушка, тортиков, еды всякой. Иди, отнеси это всем своим жителям. Пока иди где-нибудь реально погуляй, а потом я тебя позову, потому что сейчас я буду делать тут ремонт небольшой. Блин, спасибо большое, я даже не знаю, как тебя отблагодарить, я тогда вернусь через часик. Да, всё, давай, через часик я тебя буду ждать. Так, ребята, всё, отлично, жители ушли, и теперь я могу наводить тут порядок. Ну да, ребят, я тут считаю, что 100% нужен порядок, потому что посмотрите, как тут грязно. Во-первых, просто обязательно эту свалку нужно снести, я сейчас буду это делать. Тадам, ребятки, всё, этой мусорки больше нету здесь. Теперь я думаю, что всю вот эту вот землю, все вот эти вот разрушенные булыжники надо на что-то заменить, я знаю на что. Я не буду тут делать какой-то шик, изумрудные блоки, алмазные блоки, я сделаю просто обычную нормальную деревню. Итак, ребят, как видите, процесс уже идёт, я заменил весь разрушенный булыжник, и в принципе вообще весь булыжник на вот такую вот каменную укладку. Я считаю, что она намного лучше. Тадам, ребята, вот что у нас пока что получается, согласитесь, ну так реально намного лучше. Так, теперь я считаю, что нужно покосить траву. Так, ребята, я это сделал, теперь давайте мы сделаем красную дорожку. Не, ну а чё, как говорится, жители должны ходить с комфортом. Так, ребята, пока что очень красиво получается, мне прям нравится. Блин, ребят, ну посмотрите, что получается, уже это красота, согласитесь. Ну и также я считаю, что в каждом доме должны быть окна и двери, ребята, ну как без этого? Потому что, мне кажется, очень сильно продувает все дела, ну такое себе. Так, место, где они греются, ребятки, ну согласитесь, оно тоже себе такое. Потому что, ну что это такое, сжигать что-то, это не-не-не-не, лучше тут построить небольшой лагерь. То есть всё должно быть оборудовано, например, смотрите, ребятки, мы должны поставить вот так вот палаточки в ряд. То есть, понимаете, для тех, кто хочет тут остаться. Внутрь мы положим по спальному мешочку. Теперь возле каждой палаточки мы с вами поставим по вот такому вот костру. Ну и обязательно по светильнику, ребятки. Как говорится, это важно. Хотя кто так говорит, что-то я не понимаю. Вот, ребята, деревня уже преобразилась. И чувствуете, запах отсюда ушёл. Осталось убрать все лишние бутылки. Так, ребят, всё лишнее я убрал. Теперь я хочу сделать небольшую детскую площадку. Поэтому насыпаем сюда песочка. И я уже вижу, что я хочу сюда поставить. Естественно, это всякие качельки и игрушечки. Например, смотрите, сюда мы поставим качельку. Сюда мы поставим горочку. Почему бы и нет? Сюда мы поставим вот такую вот качельку. А сюда мы поставим, знаете, ящики с игрушками. Есть игрушки такого плана, есть игрушки такого плана. То есть, каждый может выбирать сам, во что ему играть. Ещё я набросаю сюда пары прикольных игрушек, по моему мнению. Вот так вот всё поставим. Во, и жители, дети могут тут спокойно играть. Тут отлично, только собак надо убрать. Так что в этой части мы закончили. Да и, в принципе, тут уже практически всё и... Офигеть, это что? О, житель, привет, ты пришёл так рано. Ну, в принципе, можно сказать, что я уже немножечко тут вам почистил. Вот, я тебе благодарен. Тут так легко ходить. Я ещё издалека увидел деревню, я сразу не поверил. Да, житель, я тут немножечко, так сказать, постарался, поработал. В общем-то, житель, смотри. Я не стал рушить экономику, не стал тут добавлять всякие алмазные блоки, потому что это вам, ну, естественно, ничего не даст. Это лишь иллюзия богатства. Если вы хотите реально быть богатыми, то работайте, как говорится, потому что у вас есть всё уже для этого. И нормальные условия проживания, и инфраструктура. Я всё это вам сделал. Блин, я даже не знаю, как тебя благодарить. Спасибо. Да не за что, не за что, только я ещё хочу кое-что тебе дать. Пожалуйста, раздай всем жителям обязательно вот эти вот тортики. Чё тут ещё у меня есть? О, бургеры, вот это вот всё возьми. Ох ты, курица под пармезаном. Как же я сейчас голоден, ребятки. Я даже уже, честно, хочу покушать. Вот вам джем, напитки всякие, сладости, блины даже. Блин, блинов захотелось. Вот вам креветочек, вот вам персиковый пирог, вот вам пончики, вот держите всё. Спасибо большое, спасибо. Да-да-да, и ещё надо бы тебе, конечно, приодеться. Поэтому вот, возьми железную броню. В принципе, это не алмазная тя, но тоже хорошая. Блин, спасибо, а ты не будешь у нас деревню забирать? Ты же всё-таки один доллар заплатил. Да-не-не-не, зачем? У меня своя есть деревня, прекрасная деревня, житель номер 13. Ой, спасибо тебе большое. Ты первый, ты первый, кто так хорошо поступил. Да, мы с подписчиками тут нехило постарались. Ещё раз говорю, это не алмазы из уруда, потому что они вам тут, в принципе, не нужны. Но уже я прокачал вашу деревню, тут хотя бы не воняет, чувствуешь свежий воздух? Да, спасибо большое. Вот жители придут с работы, обрадуются. Да, ты всем жителям передавай привет. Жители, если вы смотрите это видео, то вам тоже огромный привет. Так, я побежал, у меня всё-таки ещё и в своей деревне дел полно. Да и тем более, у меня скоро креатив уже кончится. Блин, вот спасибо тебе большое. Я реально не знаю, если я когда-нибудь стану миллионером, я обязательно с тобой поделюсь. Да, спасибо большое, спасибо, спасибо огромное тебе, житель. Давай, отдыхайте тут все. Ещё раз спасибо. Не за что, не за что. Блин, ребята, капец, какой добрый, согласитесь. Ну, вы тоже посмотрите, как мы круто прокачали деревню, ребята. Да, мы тут не ставили лазеры, вот это супер защита. Ну, что я за кадром сделал? Я им почистил, ребятки, огороды все. Почистил воду, почистил вот эти всякие заросли. Ну, короче, я много для них сделал, и я думаю, что этого, в принципе, достаточно. Жители, которые смотрят меня из этой деревни, вам большой привет. Ой, немножко микрофон подвинул. А с вами я прощаюсь, ребят. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Так, я сейчас побегу в то место, откуда можно вызвать такси. Потому что сюда даже нет нормальной дороги. Но я думаю, что теперь жители будут жить более-менее нормально, и они исправят эту ситуацию. Что же, с вами я прощаюсь, ребят. Всем удачно, спасибо. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok